Гонец из Берлина У нас есть человек по фамилии Навальный, который уже много лет ведет антигосударственную линию. Поведение отвратительное. Вот где этот человек когда-нибудь работал? Где-то есть учреждения, где он просто пришел на работу. Как у нас каждый день миллионы людей идут работать. А такие, как Навальный, занимаются тем, что принимают все меры к разрушению нашего государства. Но ведь все налицо. Каков подлец. Встречают лучше, чем президент любой страны. Столько полиции, столько мигалок. И так же провожают. Это же весь мир увидит. Но понятно, что человек оттуда. Человек завербован давно уже. Как диверсант. Человек, которого обучили здесь создавать ситуацию типа в Киеве, Майдане, Тбилиси и так далее. Просто противно о нем говорить. Но он есть. И находятся те, кто поддерживают. Кто эти люди? Больные, наркоманы, проститутки. Кто они поддерживают? Нормальный человек пошел на работу, а не встречать кого-то в аэропорт. Человек чужой для нас. Его как паршивого котенка вышвинули оттуда. Он же там в ногах валялся всю осень, упрашивая спецслужбы Запада помочь ему остаться на Западе. Как Ходорковский, Березовский и вся прочая шваль. У которых три варианта пути. Я об этом сказал 20 лет назад. Тюрьма, эмиграция или могила. Вот они так приблизительно и уже распределились. Кто-то в могилу лег, кто-то в тюрьме отсидел или сядет. Кто-то ушел в эмиграцию. Но это же подлый человек. Вы понимаете, что он вчера обрушил наши финансы. Сколько миллиардов мы потеряли из-за одного негодяя. Фамилия Навальный. Он навалил столько гадостей на нашу страну. Он борется с нами. Он один. Кто такой? Его не с кем сравнивать и не надо сравнивать. Это новое изобретение. Они в наглую готовят в Ейском университете. Поэтому мы должны все-таки правильно давать оценку своевременно. Ведь у нас здесь сидят депутаты, которые с этой структурой сотрудничают. Помогают ей участвовать в наших выборах. Они здесь сидят, в зале. Здесь фракция, которая одела белые ленты. Это тоже был путь к Майдану. Это тоже нужно все учитывать, так сказать. Некоторые мечутся. А вдруг эти выигрывают? А вдруг другие? У нас больше ничего не будет. Никакой революции. В том числе и такой, как в Америке. Но таких вот прохвостов, как Навальный, надо жестко разоблачать. И я уверен, что миллионы граждан нашей страны хотели бы, чтобы их всех постигла участь. То, о которой я сказал. Вот уехали в эмиграцию, пусть там сидят. Или здесь в тюрьме пускай сидят. Но надо прекратить. Любую общественно-политическую деятельность таких людей, как Навальный. Это путь к самому худшему варианту. Потом проливаются реки крови. Мы вовремя не арестовываем будущих вождей и революционеров. А потом говорим, что-то там свершилось. Да ничего не свершится, если не будет оплаченных агентов. Сколько денег он получил из-за границы? И где наши правоохранительные органы? Почему такое мягкое к нему отношение? Он отсидел всего 500 дней административной аресты. Надо было дать 20 лет срок, он сидел бы, как Ходорковский. И сейчас. Значит, надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить. И отправить далеко-далеко от Москвы. На север. Туда, где тундра. Где птица на лету замерзает и падает на землю. Это люди, которые своими действиями подрывают устои нашего государства. Это дикость. Люди подлого характера, гнусного поведения, отвратительного. Лидер оппозиции. Какой ты лидер оппозиции? 30 лет назад ты был семиклассником и списывал контрольные парифметики в школе, в своей Марина. А я был уже кандидат в президенты страны. Он, оказывается, лидер оппозиции. Оппозиция из идиотов, может быть. И больных людей. И авантюристов. Это же все издевенцы наши, которые сидят на шее у наших людей, которые работают каждый день. И за них не хватает нам денег на образование, на лекарства и так далее. Вы что, не заметили-ка вчера рубль опустился? Десятые доли процента, а в рублях сколько это? Пускай нам скажут Макаров, Аксаков, председатели комитетов. Сколько это в миллиардах выловится? Один негодяй вернулся в Москву. Кто такой вернулся? Кто тебя ждал здесь? Самолет мог перевернуться. Все два часа у него там интервью брали. Что за пассажиры самолета? Все иностранные журналисты. Что это, граждане России? Из Берлина в Москву ехали. Все провокация в чистом виде. Ведь им еще аэропорт давать и тот, который ему хочется, так сказать. Ты сел в лучшем аэропорту нашей страны. Поэтому с такими людьми надо вести борьбу решительную. Это отбросы нашего общества. Политические отбросы. Наверняка он был пионером. Потому что он в школе учился еще. Советская власть была. 30 лет назад он был в 7 классе. Кто его выучил? Кто его подготовил? Тогда же все было нормально. Это вот последние 20 лет. Вот такой продукт мерзости появляется у нас на политической сцене. И уже с этим шутить нельзя. Мы не хотим репрессий, как это началось в Америке. Но он заслужил давно уже нормальное наказание. Так сказать, не условное, не домашний арест. А за все его, так сказать, злодеяния. Человек вредит стране напрямую. Каждый день, каждый час. Где его рабочее место? Где трудовой коллектив? Срабалась кучка авантюристов. Они борются с коррупцией. А мы что в этом зале делаем 30 лет уже? Мы здесь выступаем постоянно и говорим про коррупцию. И вскрывается она. Здесь арестовывают наших депутатов. В Верхней Палате. А он при чем здесь? Авантюрист в чистом виде. На него нету слов в русском языке. Не хватает, чтобы обозначить всю его деятельность. Деятельность наглеца. Подлого человека. Гнусного человека. Отвратительного. И он лишит родительских прав. Он каких детей воспитает. Потом мы будем мучиться еще, заниматься его детьми. Когда он снова сбежит за границу. Ведь он не нужен там. Выкинули его. Как паршивого котенка. Он не нужен. Облезли все. Все три месяца там валялся в ногах. Жил в лучшем отеле. А теперь, оказывается, он болел. Как ты болел? Ты чем болел? Отравление или умирает человек, или ты врешь все, что тебя отравили. Нельзя отравить наполовину. Как нельзя быть беременной наполовину. Можно быть беременной наполовину? Или беременность, или ее нет. Или отравили тебя, в морг увозить надо. Или тебя не отравили, ты мозги свои, так сказать, нам направляешь. Что вот отравили, так сказать. Алеша закричал в самолете. При отравлении никто не кричит. Кричат сумасшедшие. Когда отравили, лег и лежит. Мертвый, без всякого движения. Все, полностью отключен организм. И нужно 30 секунд на это. Отравили его. И вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма, да? Ходить на перевязки, давление мерить. А если отравление... Какое амбулаторное лечение ты 3 месяца шляешься по Европам? Ни одной справки не привез. Покажи документы. А если даст, так фальшивые все документы. Поэтому подлость на подлость. Это отвратительный человек. Это просто противно говорить о нем с высокой трибуны Государственной Думы. Но мы же видим, как они все встали. Как под копирку все заявления вышли утром. Вся Европа, все общественные организации, вся пресса. Все готово уже. Они же не знали, может он вообще самолет развернется в другую сторону. Все уже готово. Что он уже арестован. Так он еще летит в самолете. Вы что, публикуете? Какую информацию даете? Поэтому нужны самые жесткие меры в отношении таких людей, как Навальный. Их не должно быть ни в нашем обществе, ни в нашем государстве. И достаточно тех действий противоправных, которые он совершил. Он должен ли сидеть пожизненно в наших тюрмах, в самых лучших, на Крайнем Севере. Или же он должен уехать навсегда, как Ходорковский. Поэтому мы не можем терпеть людей, которые совершают поступки, которые вредят нам. И которые подрывают наше общество. Мешают нам жить. И все это один. Один человек, которого используют, весь Запад его использует. Это чудовищно. Поэтому позор таким, как Навальный. Нужно изолировать их в нашу общество. Хотя на этого подлеца жалко время тратить. Это время для наших граждан. Нас сюда направили защищать наших граждан. Которые работают. Минус 50 в Якутии. Где-то там снежные лавины. Люди где-то там аварии какие-то. А этот гуляет по Европам. И здесь появляется, так сказать, и что-то учит еще. И что он делает? Призывает людей. Трампа чуть и импичмент не объявили. Он не призывал захватывать Капитолий. А это призывает, давайте бороться. Подстрекательство к общественным беспорядкам. Это тоже должно быть осуждено. И должно войти в статью одного из приговоров за его антигосударственное выступление. Поэтому нужно создать нетерпимую обстановку. Чтобы не порождались новые Навальный. Чтобы он стал последним. Которые нам создавали эти неприятные ситуации. Мы вынуждены ими заниматься. И чтобы все поняли, насколько это отвратительный человек. И сколько гадостей он нам сделал. Но мы должны все силы принять, чтобы больше таких, как Навальный, не... Спасибо, Владимир Вольфович. Уважаемые коллеги, по этому вопросу, насколько я знаю, вчера высказался Геннадий Андреевич Дюганов. Было его интервью о комсомольской правде. Сегодня, Владимир Вольфович, нельзя разрушать страну. Сегодня в виде инструмента используется Навальный с западными спецслужбами, госдепом. У всех должно быть понимание, что все то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача – не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь не проводил их политику. Страну надо защищать. А если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать. Ни в каких органах власти. И тем более, нельзя способствовать этому тем, кто занимается политикой, тех, кто представляет наших граждан в разных уровнях органов власти. Потому что есть такие, желая опереться на поддержку и получить дополнительные голоса, заключает этот союз. А он на самом деле разрушительный для нашей страны. Поэтому давайте об этом тоже всегда помнить. И хорошо то, что высказались по этому вопросу лидеры оппозиционных партий. Мы с вами представляем страну, где многопартийная система. Не двух партийных, не одна партийная, а многопартийная. В парламенте четыре политических партий, из которых три оппозиционные. И когда все объединяемся для защиты интересов страны, это крайне важно. При той ситуации вызову, вот когда Геннадий Андреевич говорит, что у нас многие социальные вопросы не решены. Они почему не решены-то? Они решены в том числе по причине, что блокада практически вокруг. И об этом он говорит правильно. А такие, как Навальный, являются проводниками тех, кто хочет ослабления нашего государства. Их было больше в 90-е годы. Советники были во всех министерствах. Так, Геннадий Андреевич? Так. От страны практически ничего не осталось. Но тогда все нам рукоплескали, говоря о том, что демократично все проходило. Ага, демократично. Поэтому, когда речь об этом идет, мы должны понимать, главная страна, главная защита ее интересов и граждан. Поэтому все те, кто является наймитами других государств, а по-другому не скажешь, задумайтесь. Вот вдумайтесь, если бы наши спецслужбы привезли американца в аэропорт, усадили его в самолет и отправили в Вашингтон, где бы он оказался после того, как только туда прилетел. Да еще неизвестно, чего лечили. А мы сейчас начинаем рассуждать на эту тему и, в принципе, какие-то сомнения, как будто у кого-то есть. Нет сомнений. В данном случае он пешка в чужой большой игре. Но эта игра отнюдь недружественна и опасна для нашей страны. Поэтому, если голова у него на плечах есть, пускай занимается своими уголовными делами, адвокатов у него много, они высокооплачиваемые, пускай объясняют, где что нарушил, защищают, но в политике таким не место. Коллеги, у нас общее понимание? Общее понимание. Спасибо за поддержку. Тем более, я еще раз хочу подчеркнуть, вот не планировал выступать, да и не имел права, но вчерашнее интервью Геннадия Андреевича в отношении, кого считать оппозиционером, а кого нет, оно все ставит на свои места. А сегодняшнее выступление Владимира Вольфовича в этом же ряду. А это политики, это лидеры партии, за которых десятки миллионов голосовали. Это те, кто представляет партийно-политическую систему нашей страны. Поэтому давайте вот этот разговор, он крайне важно актуален, учитывая, что тем более мы уже об этом говорили, будем всегда последовательно исходить из того, у страны будет все хорошо. Это наша задача, это цель, ради, в общем-то, чего мы и сюда пришли. Вот здесь можно было бы и объединить, независимо от партийных пристрастий и идеологии, нашу работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!